Здравствуйте! Тема урока «Государство на карте мира». Цель урока – узнать, что такое государство, какие они бывают и как их обозначают на картах. Политическая карта мира – это карта с изображением государств. Показывающая их территорию и столицу, а также географическое расположение. Формирование политической карты мира – это длительный исторический процесс. Он включает в себя четыре основных этапа. Первый этап – древний. Это процесс формирования и распада первых государств, таких как Древний Египет, Древний Рим, Древняя Греция или Карфаген. Средневековый этап – это этап, когда происходили великие географические открытия, когда были открыты пути в Индию и в Америку. В это время сформировались крупные феодальные государства, такие как Византия, Киевская Русь, Португалия, Англия и другие. Новый период XV-XVI веков, который характеризуется европейской колонизацией других стран, и современный. Сейчас политическая карта насчитывает около 230 государств. Государство – это политическая форма организации общества, основанная на публичной власти, централизованном управлении обществом и монополии на применение сил и принуждениях. Выделяют несколько групп государств по разным характеристикам, например, по площади, по численности населения, по экономическим показателям, по географическому положению и другим факторам. По размерам территории выделяют страны-гиганты, крупные страны и микрогосударства. Иногда их еще называют карликовыми странами. Страны-гиганты, их выделяют семь самых больших, площадью свыше трех миллионов квадратных километров каждая. Это Россия, Канада, Китай, Соединенные Штаты Америки, Бразилия, Австралия и Индия. Крупные страны, такие как Алжир, Ливия, Мексика, Аргентина, Монголия и другие, к микрогосударствам или карликовым государствам относят Андорру, Ватикан, Сан-Марина, Лихтенштейн, Монако. Страны по численности населения тоже различаются. Выделяют 10 стран с наибольшей численностью. Китай, Индия, Соединенные Штаты Америки, Индонезия, Бразилия, Пакистан, Бангладеш, Нигерия, Россия и Япония. Страны по географическому положению бывают островные, такие как Ирландия, Куба, Великобритания, полуостровные, Индия, Лаос, Норвегия, Италия, Португалия и другие страны. И выделяют страны-архипелаги, такие как Япония или Индонезия. Встречаются внутриконтинентальные страны, такие как Венгрия, Чехия, Замбия, Боливия, Таджикистан и другие страны. На политической карте мира изображение страны отмечено особым цветом. Сам цвет ничего не значит, его используют для того, чтобы было лучше видно, где и какая страна расположена. Иногда цветов бывает меньше, чем стран, поэтому на картах встречаются страны, изображенные одинаковым цветом. Названия стран надписываются прямо на их изображении. Но если страна маленькая и места для ее названия не хватает, то на изображении страны помещают цифру, номер, под которым название напечатано в списке за рамкой карты. Границы между странами показаны условным знаком в виде прерывистой или сплошной линии. Там, где территория граничит с морем, знак границы не рисуют, а проводят береговую линию. Прибрежная полоса моря шириной в несколько километров по Международному соглашению принадлежит этому государству, а дальше от берегов пространства морей и океанов считаются нейтральными. Итак, сегодня на уроке мы говорили об этапах формирования политической карты мира, узнали, что такое государство и какие они бывают, а также посмотрели, как и с помощью каких условных знаков обозначаются государства на политической карте мира. На этом урок наш окончен. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok